В контексте выборов как Украина готовится к новым военным учениям вблизи Крыма 9 февраля 2019 года, 8.14 Александр Карпов, Ирина Таран, Алифтина Писаренко Украинские военные проведут учения в Херсонской области недалеко от границы с Крымом Первые стрельбы в рамках маневров пройдут в феврале Также Минобороны страны анонсировала модернизацию советских комплексов С-300, С-125 и БУК стоящих на вооружении в СУ Эксперты напоминают, что Украина проводит военные учения вблизи Крыма не впервые, продолжая при этом обвинять Россию в эскалации напряженности в регионе Политологи не исключают, что цель маневров – возможность вернуться к тезису о российской агрессии При этом реальных сил и средств для модернизации устаревших вооружению Украины нет, считают аналитики Вооруженные силы Украины проведут учения с боевой стрельбой рядом с Крымом Согласно сообщению воздушных сил ВС Украины, маневры начнутся уже в феврале на полигоне Ягарлык Также по теме Успешных примеров нет Почему западные производители отказываются от сотрудничества с украинским ВПК Германская компания «Медл» под нажимом власть ТФРГ прекратила сотрудничество с Украиной в сфере производства нового На 2019 год запланировано 4 учения с боевой стрельбой за РК БУК М1, за РСС-125, С-300 ППОВ-1 Будет проведено более 150 различных мероприятий боевой подготовки, таких как командно-штабные тактические учения, тренировки дежурных сил и тому подобное Все они будут проходить на фоне созданной обстановки, максимально приближенной к боевой, говорится в сообщении украинских военных, опубликованном в Facebook В ноябре 2018 года в СУЖе проводили учения на этом же полигоне в Херсонской области, граничащей с Крымом Тогда в ходе маневров с участием военной авиации, проракетных войск была закрыта часть воздушного пространства над Черным морем Кроме того, в октябре прошлого года украинские военные также отрабатывали защиту от вражеского десанта на побережье Азовского моря Минобороны Украины также сообщила о планах докомплектовать подразделения зенитно-ракетных войск восстановленными и обновленными образцами вооружений Мы вынуждены постоянно наращивать боевые возможности подразделения зенитных ракетных войск В этом году в подразделения ЗРВ продолжат поступать восстановленные и модернизированные комплексы различных модификаций типа С-300, С-125 и БУК Приводит Интерфакс Украина слова начальника зенитных ракетных войск воздушных сил Всюю Юрия Ставского Опытных специалистов почти нет при этом ракеты, выпущенные еще во времена Советского Союза Вряд ли удастся подвергнуть эффективной модернизации, заявил А.Т. Собеседник в украинском Минобороны Основная масса ЗРК С-300П производилась в 1985-1992 годах, а ракеты к комплексам БУК М-1 в 1983-1990 годах Большинство из них были отремонтированы, но как они себя покажут в случае обострения ситуации, неизвестно Оружие откровенно старое, и я сомневаюсь, что его можно значительно улучшить, рассказал он Такого же мнения придерживается и собеседник А.Т. из партии Народный фронт По его словам, разработки новых вооружений на Украине практически не ведутся Под громкие заявления о том, что враг не дремлет, на военные действия выделяются огромные деньги И это всем выгодно А то, что их направляют не на создание современного вооружения, а на очередную рухлядь, никого не волнует, говорит собеседник А.Т. В свою очередь, источник А.Т. В партии Батькивщина отметил, что грядущие учения могут стать проблемными не только из-за устаревающей техники, но и по причине низкого уровня подготовки украинских военных Учений действительно много, а опытных специалистов почти нет Представьте старое оружие в руках у обычных солдат, которые до сих пор его никогда даже не видели Прятаться придется всем жителям близлежащих населенных пунктов, полагает собеседник А.Т. Регион конфликта Несмотря на частые учения в соседней с Крымом Херсонской области, Киев регулярно обвиняет Москву в эскалации напряженности в регионе, попутно призывая страны Запада оказать давление на Россию за проявление агрессии Так, в декабре 2018 года Генеральная ассамблея ООН приняла украинский проект резолюции о проблемах милитаризации Крыма и районов Черного и Азовского морей В ней выражалась озабоченность в связи с присутствием в Крыму российских войск, прогрессирующей милитаризацией полуострова и проведением на его территории военных учений В частности, в документе говорилось, что присутствие российских военных в Крыму противоречит национальному суверенитету, политической независимости и территориальной целостности Украины За принятие резолюции проголосовали 66 членов ООН, 19 против, еще 72 государства воздержались В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия действует исключительно в соответствии с международным морским правом и международным законодательством в отношении акватории Азовского и Черного морей Также российская сторона выразила сожаление в связи с тем, что конфронтационный курс Кева находит поддержку у ряда западных государств Российская сторона неоднократно предостерегала Украину от авантюр в регионе и у границ Крыма, называя придуманной страшилкой заявления о милитаризации региона Москвой Покрасить в другой цвет – это и есть модернизация по-украински, как отметил в разговоре С.А.Т. заведующий кафедрой политологии и социологии Реуим Г.В. Плеханова Андрей Кошкин, подобные учения близ границ Крыма-Киев может проводить для поддержания напряжения По словам аналитика, Украина тем самым хочет акцентировать внимание Запада и США на том, что она защищает Европу от агрессивной России Кроме того, подобные учения вписываются в политическую повестку Петра Порошенко Действующему президенту, который пытается выйти на второй срок, нужна поддержка, голоса, которые он может набрать только благодаря антироссийской политике В связи с этим были и провокации в Керченском проливе, и ситуация с религиозными отношениями на Украине В этом же контексте и учения, которые должны пройти во время выборной кампании на границе с Крымом, подчеркнул Кошкин в беседе С.А.Т. По словам эксперта, подобные учения не представляют никакой угрозы для России и вряд ли станут причиной какого-либо пограничного инцидента Также по теме Почти все производственные мощности находятся в России Сможет ли Украина восстановить свою систему ПВО на территорию Украины? Близ Крыма завершились масштабные учения войск ПВО Как отметил секретарь СНБУ Александр Турчинов, они были Сильнее российской армии на Евразийском континенте нет Так что говорить о какой-то опасности со стороны бедной страны, которая к тому же фактически находится под внешним управлением, не приходится Украина все действия обосновывает российской угрозой В связи с этим вводилось военное положение У Киева всегда должен быть мотив, Россия – агрессор, ее нельзя допускать на выборы Украинская сторона заранее знает, что не должны голосовать ни русские, ни украинцы, которые находятся в России или Донбассе Это все просчитано Поэтому и в легенде подобных учений всегда будет агрессия со стороны России, отметил Андрей Кошкин Он также добавил, что сообщение о модернизации С-300, С-125 и БУК не стоит воспринимать всерьез, так как у Украины нет возможности подвергнуть глубоким изменениям те советские образцы, которые достались ей после распада СССР Покрасить в другой цвет, изменить оперение – это и есть модернизация по-украински Такое усовершенствование военной техники не способно привести к созданию первоклассных ракет этого класса Заявление о подобной модернизации – это амбиции страны, которые всеми силами пытаются показать свою значимость США и Европе, подчеркнул Кошкин Это мнение разделяет и руководитель Центра системного анализа и прогнозирования Ростислава Ищенко Они просто снимают с хранения старые комплексы и в лучшем случае из двух делают один Ничего они не усовершенствовали, у них для этого нет возможностей и кадров, которые способны этим заниматься, пояснил эксперт в BCDS По его словам, заявление Украины о проведении учений вблизи Крыма носит характер политической провокации, так как эти меры мотивируются необходимостью защищаться от России Если бы существовала российская угроза, о которой так часто заявляет Киев, то уже не существовало бы самой Украины Там нет комплексов, которые могли бы отразить не то что возможный ракетный удар, но даже авиационный Украинская армия находится в плохом состоянии, она почти не может вести боевые действия, заключил Ищенко Украинская армия находится в том, что 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 украинская ар